Это был обычный четверг. Я сделал почти все уроки, осталось только чтение. Я заглянул в дневник, нам задали учить стихотворение Феда наизусть. Я открыл учебник и посмотрел на стихотворение. К счастью, оно было небольшим. Зреет рожь над жаркой нивой, И от нивы и до нивы гонит ветер прихотливый. Хе, прихотливый. Золотые переливы. На каком это языке вообще было написано? Робко месяц, смежает небо, огнедышащие око. Чего? Я понял, что ничего не понял. Я недовольно посмотрел книгу. Из книги на меня недовольно посмотрел Афанасий Афанасьевич Фед. Я понял, что надо срочно все понять. Я побежал к папе и спросил, что значит смежает и око. Папа задумался и сказал. Смежать это значит закрывать. Например, глаза. И папа смежил свои глаза. Ну а око, оно и в Майнкрафте око. И папа отправил меня учить. Учить было легко и даже интересно. И сегодня мы будем завершать прохождение Майнкрафта. Зашел папа, спросил, как идут дела. Я сказал, отлично. Осталось только научить подписчиков, как собирать око край и найти портал Вендер Мир. Но папа сказал, что отправил меня учить не подписчиков, а стихи. Я вспомнил, что стихи хорошо придумывает и заучивает Глеб. Я решил узнать у него, как он это делает. Глеб, как всегда, был занят любимым занятием. Играл с любимыми героями из мультфильма «Тачки». Ваше створк. Я спросил младшего брата, как ему удается запоминать стихи. Я просто их переделал в песне. Как это? Вот, смотри. У меня есть тачка и магниток пачка. Щетка от Диснея. О, торопись скорее. Что? Детский мир так ярых. Выбирай подарок. Маквен тачки, Мэтток тачки, Джеймсен тачки. Книжка тачки. Люблю тачки, тачки, тачки. Кажется, я понял, как переделывать стихи в песню. И заодно, где можно купить игрушки в подарок для детей. Я поблагодарил Глеба и побежал учить стихи дальше. Я снова открыл книгу. Но Афанасью, Афанасьевичу Фету, похоже, не понравилось. И я стал учить дальше. Я учил за столом, над столом, под столом. Учил полчаса, час, два часа. Я ходил, сидел, лежал, висел. Я читал стихи вслух. Пел стихи, ел стихи. Пытался уложить буквы в слова. Но буквы не укладывались. И слова никак не хотели запоминаться. Тогда папа сказал, что мне надо отдохнуть и погулять. Я вышел на улицу. На футбольном поле колосилась рожь. И прихотливый ветер гнал по ней золотые переливы. Но похоже, это мне просто показалось. Я посмотрел на небо, а там уже огнедышащее око собиралось смежаться. А мне надо было еще успеть погулять. Поэтому я быстренько набил мяч, забил гол, сказал лол и ушел. А на следующий день я пошел в школу, чтобы наизусть прочитать стихи в классе. Весь урок я с нетерпением ждал, когда меня вызовут к доске. И представлял, как здорово я расскажу стихи. Эрик, к доске! Афанасий Афанасиевич Фед. Короче говоря, я выучил стих. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok